Книга для Слова Божия не Туз Священник Николай Балашов и романах Нафанэйл Судников 2 Тимофея 2.9 Это издание 2 Православный христианин в тюрьме и на свободе Объем книги 752 страницы 49 страница Называется На свободе Так как здесь мелко написано Мне трудно считать Я буду читать по сайту своему К истине 1 Народу.ру к истине вместе На свободе Привез меня домой Ввел Это подполковник КГБ Никулин Юрий Михайлович Зашел я перекрестился три раза и встал на колени А Никулин стоит у дверей Когда я помолился он говорит Я вашей матери обещал И свое обещание выполнил Вы дома Каждое дерево готов был гладить В лесу ходил, не надышишься Друзья со всех сторон Братья, сестры И начались расспросы Которые были записаны на двух пленках Это наверное часов на восемь Теперь уже этой свежести нет Привык к пирогам Ворчанием рот наполнил Тюрьма Не снится Благодарю Бога, что был там Мне от этого только польза Там еще Леникулин говорил Нужно, желательно Чтобы написали вы письмо Солженицыну Я сказал согласен Я напишу В чем я не согласен с ним И мое несогласие было уже выражено до этого В послесловии При выпуске мной записи Архипелага до ареста Когда я начитывал Но только вначале Я поблагодарю его За его героические действия Это настоящий герой нашего времени Так и не писали никуда Хотели взять у меня интервью И было записано в кабинете У прокурора города Прислали корреспондента Алтайской правде Лушнику Александра Николаевича И ни слова не напечатали Либо я говорил не то А я интервью это И сам записал на магнитофон Про то, как меня захватили Уже на другой день с работы Достали в краевое управление КГБ И пытались отнять эту запись Которую мы уже разослали Писал я уже довольный о том Что она их так волновала Не знаю Я говорю У вас же запись своя шла А мы ночью ее крутили И крутили И может быть сто экземпляров сделали И разослали Люди разнесли Если любое доброе дело Которое делается годами Описывает не специалист Который умеет и про погоду И про мечты написать То годы вмещается в несколько строк Пошел Авраам Был с ним Исаак Вернулся Авраам Был с ним Исаак В жертву был Овен принесен Что на этом можно сказать Иоанн Златоуст говорит О том десятке проповедей По нескольку часов И в каждом слове Высвечивает и историю И обычаи И погоду И смысл Пошел в чужую страну Чего ж тут не понять Но когда прослушаешь Проповедь Златоуста То тут и обычаи народов По местам которых шел Авраам И о разбойниках И о тоске его Про Сару нет ни слова Про тот момент Когда Авраам пошел На гору Мария Принести жертву Но в проповеди Святителя Златословесного И ей посвящается Немало места И отчего ее неведение И что бы было Если бы она узнала Как бросилась бы Как стала бы убежать рабов Отнять сына Доказывала Что муж его на старости Совсем рассудок Потерял Требуется психоэкспертиза Укольчик Или заголовок Деяния апостолов Что тут толковать Но шесть проповедей Только на название Книги Или Исаия 6.1 В год смерти царя Озии Тут кажется И двух слов не найдешь А что сказать А у него снова Шесть проповедей Да и дошли-то не полностью А лишь что успели Тогдашние скорописты Стенографисты Запечатлеть А тут и в своей жизни Ничего толком не расскажешь Кратко сказать Не попадайся А уж если удостоишься Крепись Благодари Бога за все Помни что с тобой Христос Что ты не один Года с 1980 По январь 1986 года Были самыми плодотворными Эти года В смысле насчитывания Труда среди истинно православных христиан В скобках В результате беседы Игнатия присоединилось К церкви Около 30 истинно православных христиан Многие из которых до того Жили на нелегальном положении Примечания составителя Их пришедших в церковь Вскоре начали гнать церковники Тут же везде было Я замешан Стали их звать Игнатиевцами Златоустовцами А теперь Лапкинсы И все эти пять лет Как бы на фронте был Ходил с сумочкой Со второй одеждой С сухарями Мне нужно было найти Книги С которых начитывать И чтобы они были целыми Новые знакомые Вхожи в дом А тут за каждым шагом следят Почти неотлучно По две машины Дежурят у окна И кто бы ни приехал Им в поезде Или уже здесь Обыск будет У работы Подогнали будку И безозрение совести Неотлучно фиксирует всех В квартире кто-то шарится Вскрывает дверь Следы монтировок Так и остались на двери За чистыми пленками По разным городам И весом ездил Почти всегда сам Себе и людям Магнитофоны Доставал сам же Если для ремонта Что нужно Еду опять же сам А работа Государственная Встречи Все остается Или еще более стало И вижу Что следят И ничего не поделаешь И каждый день Готовлюсь уйти Опять в ту ежовщину То что и взяли Где-то 3000 пленок Это может быть Малая часть И все бесплатно Я задыхался И для заработка Бросался снова На печи Что за работа Спроси любого печника Что такое Выложить фундамент И всю печь И затопить В течение дня А иногда И две печи За день делал Потом нужно Все сделанное Каждую коробочку Пленок С трех сторон Оклеить И эти бумажки Нужно нарезать Потом На все Заготавливались Картинки По две На эти закрепленные С трех сторон Картонные коробочки Наклеивал картинки И заранее Наготавливал Надписи Примерно 95% Всегда Всего И делал сам Вот этими руками Клей Подпиши Достань бумагу Сопроводительные каталоги Краткие Каждой Библии Каждому Житию И порядковые Алфавитные Чтобы сделать Алфавитные Мне пришлось Заново Все 12 томов И три книги Еще в эти Жития Вошедшая Переслушать Законспектировать И только на это Ушло Кропотливейшей Работой Шесть месяцев А я ведь В это дело Дели Удержу Не знаю Сижу до половины Четвертого Ночи А в пять утра Или в пять сорок Уже снова Все вертится Надо Люди ждут Все что переписано Все до единой Пленки Делал сам Ибо кому Доверил Дважды Однажды А не чистых Не записанных Людям наложили Но Златоуста Кроме краткого Цифрового Каталога Составил Еще за полгода Другой каталог На все 12 томов Итого Пришлось Все 12 томов Златоуста Прослушать Шесть раз Подряд 12 на 6 Как бы 72 тома Жития Святых Димитра Ростовска За все время Пришлось Прочитать Ну кое-где Отрывками Десять раз Это 120 томов Прослушавши Отпечатал На 490 страниц Краткое содержание Всех томов Симфонии На весь труд Златоуста И все Сам А какой из меня Печатальщик Переписка Само собой Каждому Ответь За 10 лет Ответил 12 тысяч Писем 12 тысяч Конвертов Надо купить Иные письма На десятках Страниц Со ссылками На десяток Книг Иной раз Издали Люди Приедут Несколько дней У сестры Ждут Когда пойду На работу Чтобы туда Прийти И встретиться Ибо ко мне Доступ был Весьма немногим Под ключом Сидел Вспомнишь И то мороз Под кожей Как мама говорит Как-то Приехала мама Потомились С братом Яакимом Да и пошли На вокзал Мы где там До вечера Подождем А потом Спать придем Кашлянуть нельзя Идет запись Комнатенка То одна Вместе с кухней И с залом Ровна 12 метрам Квадратным И восемь десятых Вот И что тут сказать Если я пойду На эту тему Говорить То начну Сыпать числами Цифрами Именами КГБшников И милиции Опять нагрешу С настоятелем местным Противящимся Полному погружению Прикрещением Не желающему Убрать из храма Три торговые точки Не желающему проповеди В обычные дни Поездки Опять Даты и места А это еще Вовсе и не полезно Все крутилось Все шипело И варилось День и ночь Одной кнопкой Срывались С места Одиннадцать Магнитофонов И на скорости Девятнадцать Сантиметров В секунду На двух дорожках В одном направлении Летят Спал только Сидя на полу И как Хвостики пленок Рего-ракорды Замолотят Очнулся И перезаправил И опять По коням По коням По коням За меня Даже безбожники Боялись Которые Ничего не знали Но знали Про непрестанную Слежку за мною Как меня И на вокзалах Терюшили И жулькали В вагонах И в автобусах В вокзалах И в церкви Я ведь только Днем еще Харахорюсь А как лягу Не знаю Куда и как Руки свои вытянуть Вывернутые И в локтях И в суставах И в плечах Если нечаянно Ночью рукой Поверну То стой На всю комнату Днем полегше Это еще С каких пор С 1962 года Да и потом По частям Все добавляли Кажется Что тут особого Около полутора тысяч Пленок катушек Отправить через Москву На Белоруссию Или на Питер На Вильню Сталин А как на деле Все это нужно упаковать Составить каталоги Приготовить роспись Я ведь деньги Вперед не брал А все в долг Наберу Тысяч на 12 рублей При окладе Сторожа 72 рубля Вот голова Бездумная Это о чем думал А если дорогу Отнимут То что С кого Кому везут Тот не получал Он же с меня Истребует Если бы брал А коли не давал То его же Не сжет Эта потеря Как Яков Говорил Лавану Растерзанного Зверем Это мой убыток Вот привезли на вокзал И ты посмотрел бы Что делалось Это же целая операция была По разным углам Вокзала Свои люди Держат По ящикам А как садиться В вагон То лезут туда По одному билету На 10 человек Кто же их пустит Провожающих А все с коробками Да одинаковыми И вот я зимой На вокзале Жду вестей Уже и телеграмму Дали Вавилон В Москву Ждите номер вагона И вдруг заметили Что прицепился Филер На хвосте сидит Предупредили Свои люди И проверили Так и есть Что делать Совет краткий Без меня Притом Я же на дежурстве И ничего про то Не знаю А они согласились Все вновь Вынести из вагонов И разнести По домам А теперь Жди Окази Где теперь Это изданное Хранить И деньги Истраченные На сырье Вернуть Не смог А новое Законова Заказчики Уже ждут Снова нужно Покупать Тысяч на 10 Пленок А денежек То и нет А то и тому Не легче Отправили Какому-то другу Все силы Вложили А ему в печорах Показалось Что больно Ушприток этот Из Барнаула Быстро сделал Как от страха Духа отказался Нужно Переадресовать А то В глубину Средней Азии Просит Батюшка Отправил До Ташкента С перекладными Не мог же Специально Кого-то послать И билет Не в моих силах Оплатить И людей нет Все же На производстве А груз там Пробыл год Потерялось То и другое И ответ Заберите Корова Не нужна И не раз Так было Это все Мой ущерб Тут уж О производстве Забудешь А что Купец Умеешь ли Узлы Вязать На кушаке Проверял Себя не раз Не ради И денег И денег Делаешь Сколько Сколько Разных Местах Меня забирают Меня забирают Будей Обычный Арест Прошло Прошло Знание О своем Пребывание В заключении Сколько Закрыты А самое Главное Попытаюсь Как два Выявилось И решил я Среди этих Наиболее Ревностных Оказались И торговки Из храма Стоящего Свечного Ящика Печь Основал И в душах Людей Положил Основание Чтобы Верили Слову Божию Кирпич Кирпичу Слово К слову Водой На глину Слезой На сердце Скрепляли Раствором Сокрушением И стоном Скрепляли Слова Печь Сделана Возвратился Отец Александр Из Денисейска Уехали мы С Павлом Завязалась Переписка С новыми Душами С теми Кто помогал Делать печь В первый же Воскресный день Торговки Не вышли на барьер За барьер К деньгам И служба Стала не нужной Народ Валом валит А некому Молиться Всех Торговой Точки Норовят Пробиться Вот тут И взъярился Благочинный Протерей Игнатий Мне приход Развалил Я воевал Против торговли Против того Что не крестит А только лбы Может Что нет оглашения Полон храм Причащается Неверующих Отец Александр Ничего не придумал Лучше Как пожаловаться Нашему Заслуженному Благочинному Алтайского края Войтович Отцу Николаю Митрофорному С отверстием Ну то есть С отверстием Дверями Служат На меня А потом Архиерею Гедеону На письмо Гедеона Я ответил Письмом Разъяснением А тут В это дело Вмешался По своей ревности Сын отца Александра Дьякон Сергей Бурдин Он в мои дежурства С 4-го Восьмого Звонил А в последнее Мне повестка Чего Что тут Урвы в армии из Караганды Саша Классен, теперь он священник, привез Блатоуста, и когда выходили, входили в дом, снова видели машины, проверил, все так и есть, следят. Это было 7 января, сказал Саша, чего-то они активно ведут наблюдение, ты тоже попал в их зрение, смотри, если что будет, крепись. То есть, Господь не покинул, сохранил, до ареста говорил, только бы был дух молитвы. Кто-то спрашивал, а что здесь такое? Навряд ли смогу объяснить, это надо испытать. Это непрестанная молитва, когда ты как бы и не живешь, ты уже в аду, держи ум твой в аде. Все же много, значит, хотя бы незначительный опыт. Тогда, в 80-м, я вкусил за 4 месяца и 17 дней, приведу пройденных в тюрьмах и психиатрии, что значит молитва. И все, 5 лет после того, ожидая ареста, молился, чтобы был дух молитвы. И всех просил о том просить, чтобы меня Господь не оставил молитвой.